Здесь любой человек, о ком мы подумаем, вечно живущий, бесконечно хорошо развитый, если он имел уровень ухода, мы его видим естественно, обычным, нормальным, счастливым человеком. В этой области мы находим ответы на все вопросы, это макроспасение, здесь все решено. Но при этом ответы мы видим с вами в виде света, счастливого решения. Образы появятся. Первое нужно нам что сделать, нужно выйти на ту скорость мышления, которая опережает развитие, возможно, какое-то неблагоприятное. И вот когда мы с вами начинаем мыслить категориями, уже бесконечно хорошо решенных вопросов. Когда у нас в отношении будущего совершенно точное мышление, вот реализована вечная жизнь для всех, реализовано всеобщее воскрешение. То есть мы имеем точность мышления по макроспасению. А точность мышления по макроспасению – это есть само действие макроспасения. Потому что, когда мы выходим в эту область и начинаем здесь мыслить категориями решенных вопросов, управление из этого будущего достигает любой точки пространства времени. И мы начинаем находить некорректные вопросы в прошлом, например, которые в памяти мы видим бесконечно счастливое их развитие. По любому вопросу видим свет спасения. И тогда, например, если there are some things in our past that have gone wrong, that were solved in a wrong way, So when we start thinking in that area of eternity in the future And when we start thinking about those events in the past We can see that we can find a positive solution An infinitely positive solution For any kind of situation, for any kind of problem Even the one in the past, in that area of the future So we start finding only good solutions So when we start thinking about problems